Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов Джованни Антонио Больтрофио. Джованни Антонио Больтрофио или Бельтрофио. Итальянский художник высокого возрождения из Ломбарди, работавший в мастерской Леонардо да Винчи. Родился в 1466 или 1467, точных данных нет. Больтрофио и Бернандо Луини – самые сильные художественные личности, вышедшие из мастерской Леонардо. Согласно Джорджу Вазари, он происходил из аристократической семьи и родился в Милане. Его главной картиной в 1490-х годах является «Воскресенье», написанное вместе с другим учеником да Винчи Марко де О'Джиона. Сейчас находится в Берлинской ювелирной галерее. Мадонна с младенцем, находящейся в музее Польди Пиццоли в Милане, является одной из кульминационных точек ломбардского квартачента. Его портреты часто в профиль изображения Мадонны с младенцем в рост, выполненные им в поясной рост, по замыслу напоминает Леонардо, хотя четким резким контуром его очертания не достает фумат Леонардо. Я пользуюсь переводной википедией. В Болонии он жил в 1500-1502 годах, нашел сочувствующих покровителей в семье Кассио, с которыми он написал несколько портретов и для которых создал свою шедевральную работу Пала Кассио для церкви Мизикордия в Лугре. На ней изображена Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Святым Себастьяном, а также два преклонивших колено дарителя. Болонский поэт Джеролама Кассио упоминал Больтрофио в некоторых своих сонетах. Портреты Джеролама Кассио работы Больтрофио находятся в пинокотеке Брера, Милан. В отличие от многих его коллег, из окружения Леонардо да Винчи, Джованни самый важный ученик. Он выделялся не только отсылками к великому мастеру, но и собственным стилям. Не только его современники отдавали этому должное. Даже сегодня художник остается одним из самых выдающихся художников эпохи Высокого Возрождения, чьи работы выставлены в крупнейших музеях мира. Стиль и композиция Больтрофио ясно указывают на то, что он был учеником Леонардо. Умер в 1516 году в возрасте 49 лет и нашел свое последнее упокоение на кладбище Сан-Пауло в Кампитто. Его высокую репутацию увековечивает памятник Леонардо да Винчи на площади Пьяци де Ласкало, на котором изображен Больтрофио вместе с Марком де Оджиона, Цезаре де Сесте и Андреа Салаеном. Вот так, немного, конечно, из переведной википедии, из данных, которые я нашел в интернете, о художнике Джованни Антонио Больтрофио или Бельтрофио. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok